МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы видим, что электронное голосование представляет из себя по факту черный ящик. Оно будет создано на электронной платформе государственных муниципальных услуг города Москвы. То есть фактически все электронное голосование будет происходить в замкнутом контуре, в котором никакие сторонние наблюдатели не смогут проконтролировать процесс голосования. Уже сейчас наблюдается явное противоречие с тем законодательством, которое существует, и теми гарантиями, которые предусмотрены для участников политического процесса, политических партий, кандидатов, их представителей, на наблюдение за избирательным процессом. Никаких институтов и процедур для наблюдения за ходом электронного голосования на данный момент не сформировано. То, что нам предлагается, это чистая вода бутафория, потому что никаких программных средств, никаких компонентов нам на данный момент не предоставлено, с разработчиком по факту никаких отношений не выстроено, и рабочая группа, действующая на данный момент, носит довольно ограниченный, мягко скажем, характер. Мы понимаем, что в интересах властей, безусловно, всячески замылить этот процесс, сделать его максимально непрозрачным, и оставить в стороне тех технических специалистов, которых готовы предоставить и наши партии, и другие заинтересованные лица, для того, чтобы действительно ознакомиться и с программным кодом, с компонентной составляющей, с программным обеспечением, и посмотреть, что же все-таки заложено в эту систему. Такие специалисты, по факту, на данный момент не имеют возможности ознакомиться с содержанием технических новшеств, предлагаемых данным законопроектом для внесения в избирательный процесс. Более того, мы видим, что по факту вся процедура голосования будет сверхцентрализована до крайней степени. Все управление ей будет находиться даже вне рамок тех избирательных комиссий, на которых будет происходить голосование, то есть стандартные, классические участковые избирательные комиссии, по факту раздваиваются, и на одном участке происходят два голосования. Первое традиционным способом, а второе в рамках электронного УИКа, которые как бы пристегнут к этой участковой избирательной комиссии, по совершенно иной процедуре, по другим инструкциям и, собственно, по другим принципам. Положа руку на сердце, следует сказать, что даже сейчас, спустя долгие годы работы в рамках традиционного избирательного процесса, многие участковые избирательные комиссии до сих пор иногда путаются в элементарных вещах, пунктах и процедурах. Чего уж говорить о новейших технологиях, сложнейших компьютерных составляющих, которыми, ну прямо скажем, мало кто владеет. Надеяться на то, что участковая избирательная комиссия сможет в данном случае как-то себя проявить, совершенно не приходится. И более того, мы понимаем, что по факту эта комиссия остается вообще за бортом избирательного процесса, вплоть до того, что передача итогового протокола о голосовании на данном участке из участковой комиссии в территориальную в принципе не происходит. То есть протокол в классическом смысле он не существует, а результаты сразу поступают опять же в единую систему, где по факту мы потом получаем срез по всем результатам на той или иной территории без привязки к участковым избирательным комиссиям, что напрямую входит и в противоречие с практикой, и с действующим законодательством, но и со здравым смыслом, разумеется. Поэтому мы видим, что электронное голосование на данный момент представляет из себя попытку проведения пилотного проекта в Москве, который впоследствии очевидно будет масштабироваться до масштаба всей России, чтобы изменить работу в принципе всей избирательной системы в условиях, когда доверие к власти резко падает, когда падает доверие не только к основным институтам представительским, таким как Государственная Дума, Совет Федерации, но и к главному институту власти, традиционно занимающему центральное место в восприятии наших избирателей, даже к институту президента. Люди видят, что не справляется действующая властвующая вертикаль с тем сложным положением, в котором оказалось население страны. На этом фоне падает доверие, и на этом фоне, естественно, стоит под большим вопросом, а смогут ли власть придержащие сохранить свое господство. И поэтому предлагаются новые методы управления теми и без того неидеальными демократическими процессами, которые сложились в нашей стране. По факту, если электронное голосование будет принято в том виде, в котором его сейчас протаскивают, а дальше закреплено и масштабировано на всю Россию, мы действительно получим полную утрату легитимности самого института выборов, а вслед за этим запросто может последовать полнейшая дестабилизация всей политической обстановки, потому что если сейчас граждане хотя бы могут оперировать к, может быть, плохому, несовершенному, но все-таки более-менее понятному голосованию, то больше апеллировать будет нечему. А значит, будут бунты, а значит, возможны любые абсолютно сценарии развития событий. В этих условиях мы призываем власть все-таки одуматься, и, что называется, не злить население, не доводить до греха, не закрывать последние поры для демократического политического процесса и сохранить возможность традиционного голосования, и если уж заниматься какими-то инновациями, то делать это крайне вдумчиво и не пытаться превратить электронное голосование в инструмент сохранения своего господства. В противном случае страну неизбежно ждет социальный взрыв. Мы сразу скажем, что фракция КПРФ в целом не против того, чтобы применялись современные методы, в том числе и в сфере голосования. Другое дело, что мы требуем и наставим, чтобы эти методы были абсолютно открытыми и абсолютно контролируемыми. Ни один из двух законов, которые сегодня внесены, что о цифровых участках в городе Москве, что об электронном дистанционном голосовании непосредственно уже при выборах в Московскую городскую думу, этим критериям не отвечает. Единственным октатором, единственной организацией, которая будет определять правила игры, закрытые правила игры, будет являться Центральная избирательная комиссия, и Городская избирательная комиссия города Москвы. Естественно, что доверия ни к первой, ни ко второй сегодня абсолютного нет. Нет более того, доверия даже относительного. После того, что произошло в Приморье, после того, как нагло были переписаны протоколы с введением в систему газ-выборы на 20 с лишним участках в Приморском крае, говорить сегодня о независимости Центральной избирательной комиссии, об ее равноудаленности, об ее какой-то ценности не приходится. Поэтому, естественно, мы требовали только одного. Если мы применяем современные цифровые технологии, будьте добры, полный открытый контур, будьте добры, полный контроль на всех этапах, будьте добры, все машинные коды, все программы в открытый ДОЦУ, для оценки соответствующими специалистами и для возможности на любом этапе проверить достоверность тех или иных результатов выборов. К сожалению, ни на один из этих вопросов, в попыхах внесенных в законопроектах, ответа нет. Мы задавали эти вопросы при принятии к первым чтении и при принятии законопроекта во втором чтении. Запутанная схема, как, куда и кто обращается. Более того, возможность дважды проголосовать, она такая есть. То есть можно одновременно записаться сегодня, зарегистрироваться для дистанционного голосования и можно одновременно прийти на избирательный участок и проголосовать, кто будет сверять списки, как это будет делаться, почему эти списки не будут достоянием наблюдателей или членов избирательных комиссий с правом решающего голоса большой вопрос. Но точно так же, как и так называемые цифровые участки, которые будут поставлять в регионы соответствующую информацию из Москвы, где якобы проголосовало несколько тысяч, а может быть и несколько десятков тысяч людей, проживающих в этих самых регионах, не вызывает у нас доверия. Поэтому фракция КПРФ не против прогресса, мы не против совершенствования этих механизмов, но те риски, которые несут сегодня законопроекты и те вопросы, которые остались, несмотря на наши замечания, несмотря на поправки, кстати, частично отклоненные, не позволяют считать данные законопроекты отвечающими признаками независимости, прозрачности и адекватности. Соответственно, фракция КПРФ будет голосовать против этих законопроектов. Сегодня же будет рассмотрен еще один важный законопроект, это законопроект, связанный с доступом в реанимацию родственников. Я напомню, что задача по обеспечению этого доступа была поставлена около двух лет назад президентом Российской Федерации по обращению ряда общественных организаций. Два года закон обсуждался на уровне профильного комитета по охране здоровья, выражались разные мнения. Сегодня будет принят такой средний вариант, тот вариант, который, по большому счету, не удовлетворит большинству общественных организаций, которые наставили на безусловном присутствии родителей в реанимации, независимо от позиции медиков, независимо, скажем так, от возможности или невозможности каких-то объективных признаков. Принят вариант Минздрава, сегодня условия и порядок допуска родителей, ну это самая такая категория болезненная, к своим больным детям в реанимацию, будет определяться исключительно под законным актом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Где уже нам сегодня говорится о том, что некоторые реанимации будут закрыты, потому что там нет объективных условий для того, чтобы допустить родителей, в некоторых будут вводиться ограничения по времени. Безусловно, первый шаг, безусловно, он не полный, безусловно, мы встретим завтра критику, соответствующую со стороны и общественных организаций, и родителей как таковых, но мы настаиваем, что этот первый шаг и дальнейшие шаги должны быть сделаны. Это вопрос переработки порядка оказания медицинской помощи, в частности, в реанимационных отделениях, и необходимо будет предусмотреть уже на этапе формирования соответствующего нормативного как-то его изменения возможность дополнительных площадей, возможность нахождения рядом с больным ребенком родителя. Естественно, есть ситуации, когда это нахождение, в частности, при оказании непосредственно реанимационных мероприятий, при каких-то других сложных манипуляциях, оно недопустимо вследствие медицинских причин, но мы настаиваем, что возможность посещать, возможность находиться с ребенком, в том числе и в отделениях реанимации, должна быть обязательным правом для родителей.